Здравствуйте! Это «Время арт» на телеканале Витебск. 7 января исполнился ровно год, как ушел из жизни замечательный художник Валерий Чукин. И этот выпуск программы мы решили посвятить памяти этого замечательного, доброго, светлого человека. Я представляю моих собеседников, художники Александра Малей и Александр Слепов. Здравствуйте! Здравствуйте! Вы учились с ним, даже были в одной подгруппе. Вам ли не знать, какой он был в молодости, как изменился, намного ли с возрастом? С самого моего знакомства с ним он был такой какой-то голубокровый, вот нетрадиционный совершенно, как все. Он не заморачивался там, что-то надо выучить или что-то там такое. Он был свободный совершенно. В рисунке мы рисовали до часа ночи с ним. И каждый раз нас сторож просил уйти, потому что надо закрывать институт. И пели. Потому что он знал арии, классические арии. Ценоров. Из опер, да. Он знал... Вот через него я познакомился вообще с вокальным искусством, вообще с оперой, что такое музыкальная культура. Потому что у него отец был музыкант. Баянист. И через это он впитал в себя все. То есть вот Дундин правильно сказал, что он мог кем угодно стать. Он прекрасно писал стихи. Он мог... Общался с людьми. Вот он с любым человеком общался. Вот у него друзья были и бомжики, и профессора, и кого такого... Ко всем хорошо, одинаково относился, да? Он любил ездить на пленеры. Вот на пленерах он растворялся. Природа, общение. И никогда не заморачивался, чтобы работу довести до какого-то осознанного состояния. Если вы обратите внимание, у него все работы на одном касании, на одном дыхании. Да, даже с живописью он умудрился. В живописи масляной у него она плачет, течет, краска льется просто по холсту. Такой прием неожиданный совершенно. И используя... Тогда только появилось это серебро, золото, позолото, и он уже использует. Портрет старика вообще потрясающая работа. Обратите внимание, какой ракурс он выбирает. Ну, что можно еще сказать о нем? Он к людям относился очень внимательно. Никогда никого... Он как бы нейтральный был. И через него всегда... Вот кто-то поспорит с кем-то. Через него мы находили общий язык. Через него. Но то, что он к женщинам относился, это было экстракласс. Он мог и припасть на колено, и подарить цветок, и сказать лестные слова. Да. Он умел это делать. И внешний вид у него был совершенно не такой... Импозантный, да? Да. Валера был такой неординарный человек. Именно в своем даже поведении. Вот Саша тут вспомнил студенческие годы. Вы понимаете, вот студенческие годы конца 60-х годов, начала 70-х в Витебске имеют свою историю. Это было время, где было заложено, если так можно выразиться, будущее плеяда художников, которые сделают свое искусство. До вот этой вот плеяды, когорты, как можно сказать, в Витебске художнику не было, не благочислено было. Это Явич, Кухарев, Арцевич, Шутов, Лукьянов, Кузьмичев, там еще можно назвать несколько имен. И они как бы были тоже не очень спаянные, разные по себе. А вот позже пришли художники, их прошло много, с разных курсов. И вот это вот все будущее или настоящее нашего города закладывалось в эти студенческие почему-то годы. И Валерий в этой когорте студентов отличался действительно сразу своим каким-то необыкновенным поведением. Он не апатажный был, он какой-то был очень сам по себе. И в искусство пришел не сразу, через него. Да, ну у него сложный путь. Правильно Саша сейчас подметил, что у Валерия Викторовича был очень сложный путь. Он начал заниматься как бы искусством так более серьезно лет под 30. Он пришел к нам в мастерскую, которую Александр Васильевич подвал. Да, мы уже там вовсю работали, вовсю уже за себя заявляли. А он как-то немножко так влился позже. Но как туда пришел, так там и остался. Хотя мы были, я говорю, знакомы со студенческой скамьи. И он прожил очень интересную оригинальную жизнь. Вот оригинальность этой жизни заключается не в том, что, конечно, он мог там эпатировать иногда или кого-то подколоть очень умно. Оригинальность заключалась в образе жизни этого художника. У нас вообще, у художника, образ жизни играет колоссальную роль. Образ жизни – это твое поведение в культуре и искусстве и в обществе. Как ты соотносишься с семьей, социумом, с самим искусством и с самим собой. Вот это вот называется образом жизни. Когда он сразу взял курс на такую чисто богемную художническую жизнь. Он это любил. Ему это очень импонировало. Если это такое, витебский модельяне. Потому что образы жизни у художника тоже разные. Кто-то любит одиночество. Вот он и любил именно такую жизнь широкую, жизнь поэта, жизнь живописца. И он как бы провел эту линию до самого конца. Он ей никогда не изменил. И понимаете, что еще интересно? У него какой был такой период жизни, который был сложен для нас и до всех. Это когда на рубеже 90-91-х произошла у нас смена общественной формации. Ушла партия и развалился союз. И художники в какой-то период жизни, они были выброшены просто за борт. Было не до нас, так скажем просто. Ну да, это было такое время тяжелое. И нам нужно было этим художникам выбирать, во-первых, как зарабатывать на жизнь. – Куда идти? Что делать со своим искусством? И припосвабливаться, как кто мог. Кто искал себя в сценографии, кто в педагогике, кто открывал какие-то свои мастерские. Потому что нужно было решать вопросы. – Выживать. – Да, выживать. – Семьи кормить. – Так вот, Валера даже не попробовал. Он сразу эту жизнь отрынул. – Отверг. – Отверг. Вот это правда. Он не стал ничего делать. Он никуда не устраивался. Он остался художником и зарабатывал то, что у него покупали. – Картины, да? – Да. В 90-х годах это был неплохой период для художников. Собственно, вот, затем был период очень разный и такие, что… Вы понимаете, что заработок на картинах нестабильный. – Ну, конечно. – И вот, понимаете, в этой связи я хочу сказать о Людмиле Чукиной. Это настоящая жена художника, которая вот этот период, главный период этой жизни Валерии, она выдержала и поддержала его. Крепко поддержала. – Как любящая женщина. И благодаря ней он смог удержаться на этом плаву. Это однозначно. И вот она смогла ему очень крепко в этом помочь, и поэтому он её очень любил и боготворил. – Боготворил. Действительно боготворил. – Да, потому что есть за что. Такой сложный у него период жизни. И он как бы этот период практически, он и не стал слишком… И как-то не изменился очень. Буквально до последних его дней. У него вечно были проблемы с мастерской, своей уплатой. Ему помогали друзья очень много. А он щедро делился и своим богемным восприятием в жизни. Он был очень компанейский парень. К нему очень много людей приходило. Однажды он пришёл ко мне и сказал, Саша, у меня сегодня было 22 человек за день. Иногда эти люди просто изнемогало от них. Он психовал, выходил во двор и там сидел. Они… Их всё равно оттуда было как мёдом намазанным. Ну, никак не выгнать. Он их и выгонял иногда. Всё равно к нему шли, шли и шли. Вот он мог создать такой… Причём в этой атмосфере он как бы всё время её контролировал. Как ни странно, чтобы она не… Даже когда они все, извините меня, крепко выпили, он всё равно стремился… Превратилась там в пьянку. Да, превратилась. А какая-то стезя… Слушай, выставляет богем. Богем – это не пьянка. Это какие-то рассказы, это какие-то чтения стихов, это какие-то музыки, какое-то рассуждение об искусстве. Это что-то такое, это какое-то варево. И вот он на это варево всё время старался как бы проводить жизнь. Вот очень похож на него был Досужев. Мы как-то в этой передаче вспоминали. Тут тоже вот вокруг него собирались такие люди. И он тоже любил эту стезю. Вот такая жизнь была у этого художника. А надо же ещё творчески работать. Надо же создавать картины. Между прочим, он создал более 700 рисунков. Вот Валера Могучев фотографировал рисунков, картин, живописи. Это огромное количество. И он как бы выполнил своё, так сказать, предназначение. – То есть он полностью соответствовал художник, да, образу? – Да. Он не просто любил боэм, а то, может, зрителю покаяться, что художник… – Он любил и одиночество. Иногда он всех выгонял. У него был старый проигрыватель, у него была большая коллекция пластинок. И он слушал классику. И иногда просто говорил, Саша, я хочу побыть один. – То есть вот это его тяга к одиночеству. Он любил закрыться в мастерской. – Ну, нужно аккумулировать в себе, взять энергию это всё. – Да, да. И он такой вот был… Вот почему говорят, что он такой сложный был вообще-то человек. И со всеми общался, и в то же время ему было необходимо побыть одному. – Ну, просто они все иногда это чувствуют, люди, правда же? А это же нормально, свойственно каждому человеку. – Валера был личностью. Все личности сложны. – Конечно. – И вообще быть простым художником – это нонсенс. Вообще личность художника, она очень сложна по своей структуре. Никто не помогает тебе творить, начиная от близких самых и заканчивая социумом, государством. Там или от близких, потому что у тебя есть жена, у тебя есть дети, и ты должен о них заботиться. – Приносить. – Да. В других… То есть время никогда художнику не помогало. Всем всегда сложно. Ну, такова природа творчества. Это не только у Валериев было сложно. Такова природа творчества. Если ты личность, то это происходит… Сразу конфликт образуется со всеми. И всегда вот творчество вопреки. Но, коль ты одарён, а он был именно из таких, то обязан отрабатывать. Ведь мы очень часто говорим о духовности. Ну, мы часто путаем две вещи – духовность и душевность. Мы… Подмосковные вечера – это душевное пение, а в Марии – это духовное пение. Понимаете? И ещё у художников есть такая библейская заповедь, выраженная Иисусом в притче о таланте. Художник не имеет права закапывать талант землю, который даёт святым духам, между прочим. И наказание за это положен ад. Вот это наша основная, так сказать, стезя, по которой мы и двигаемся. И по которой двигался Валера. Не скажешь, что он закопал талант землю. Ну, никак. Как ни крути. И поэтому вот его духовный стержень – это вот его те более 700 произведений, которые он оставил городу, своей семье и людям. Я хочу сейчас предложить вашему вниманию и вниманию наших телезрителей. Можно сказать, последнее интервью Валерия Чукина, которое я записала у него в мастерской в 2014 году. Он его не увидел. Наверное, мой какой-то тоже грех перед ним. Но сейчас есть возможность вспомнить нам Валеру и многим вот услышать его. Даже впервые кто-то же не видел. Он видел, да, его живой голос. О чем он думает? Он вспоминает и друзей, и рассуждает, и просто послушать. Уже днём рождения? Почему не рождение? Что-нибудь? КОНЕЦ Ну, началось это, когда я начал ходить в студию, там, в Великих Луках, был Лебедев такой интересный, был мастер, он полусамодеятельный, то есть он оформлял, ну, Дом культуры был, да, он там был художником. Вот он на курсах ездил в Москву, и там прекрасные рисунки привез. Ему сказали, парень, тебе ничего не надо, ты уже мастер. И вот у него был класс такой, где мы собирались разные, кто потом поступил в Питер, Ленинград туда, кто в Москву, ну, эти вот художественные. И вот там такая была атмосфера, я тогда был слабенький. Ну, очень хотел. Вот это вот очень хотел, у меня осталось на всю жизнь, вот оттуда. Поэтому, когда я приносил первые рисунки, уже когда поступил, через полгода, ну, вот эти вот рисунки гипсовые, я просто удивляюсь, откуда там у меня сразу такой резкий, резкий скачок. Потому что там были у меня слабенькие рисуночки в этом студии. А когда я начал рисовать гипс, произошло чудо какое-то. Мы со слепым были лучшие рисовальщики. И приходили вот с третьего курса, говорили с худрафом. А тогда был все-таки худраф, не то, что сейчас. Ну, не буду. Об этом, да, не будем. Но говорили нам со слепым, ну, это бы лучше рисовальщики. И вообще вот если просматривать меня вот с точки зрения вот такой, как художника, как становления, да, у меня вот это вот желание всегда было. А прорывы, они время-тременье, вот накопление шло, потом прорывалось. И это дошло до того, что на пленэре 85-го года, когда мы ездили в Троем, я уже об этом говорю, ребята сказали, ну, ты Ван Гог. Потому что настолько были сильные по эмоциям работаем. И потом они такие были, почему Ван Гог? Они были эмоциональны, обобщенные, но в то же время от натуры, связанные с натурой. Вы спросили, что у меня влияло, да? Да, все влияло. Только она как-то... Ну, вот, ну, как может с ней влиять влюбленность? Или когда ее нет? Это же... Рисуешь все равно о чем-то. Или что-то волнует, или не волнует. Или ожидание будущего волнения. Это же никуда не уходит, если ты настоящий. Вот мы и природами, конечно. Вот кто-то там крикнет, ну, там, галоченый какой-нибудь. А ты уже начинаешь из-за этого изображать что-то. Поэтому... А находил во мне гумен Чеглюница, когда я только начинал. Ну, это вот в 80-е годы. Начало 80-х. О, говорит, новый Чеглюнис у нас появился. А почему? Потому что когда нарисовал, тогда начинают сравнения. Потом... А вот сейчас... Вот рисунки. С чем их можно сравнить? Ну, вот мои рисунки, вот, ну, графика вот эта, да? Там... А вот это уже от квадрата. Квадрат дал мне свободу. Свободу не в том, что я раньше был несвободен. А в том, что... Вот мы поехали в Питер, а там попали на квартиру, это был 87-й год, по-моему, на которой была выставка заключенных. Ну, которые рисовали. Ну, а вы еще понимаете, что тогда это было 30-е годы, ну, 37-й год или... Около этого. Когда художники были настоящие. И там такая... Нет, не было боли. Вот пейзаж, так он светлый. Вот там... Это вот чувствовалось, конечно, ну... И вот это вот состояние... Да вот, кстати, Соловьё прошел войну. А у него это... В общем, искусство не такое мрачное, да? Вот это вот свобода, делаю, что хочу. Зная, что ты хочешь. Зная, что не сразу, но многие к этому придут. Ну, это надо быть очень уверенным в себе. И доверять себе, и верить в себя. Вот это вот, наверное, вера в себя и в мои друзья. Это самое главное. Для меня, вот она меня и вытащила. Богема на тот приличный уровень, ну, я надеюсь, который, в общем-то, получился. Без Богемы... Нет, так я ее искал, я цеплялся. Я, видите, я хотел Богему. Поэтому он и попал к Слепову. И Слепов не прогнал. А потом, когда у него случилось какие-то вещи, я пришел к ней в Мессискую через много лет. Я ведь тоже его не прогнал. Я говорю, я помню, как ты ко мне относился. Ну, так, говорит, так он сказал. Ну, а теперь давай, то, что я когда-то это у меня взял. И вот мы тут до ночи с ним играли в шахматы, до утра. Ну, на все. Конечно, потом отыгрывался, но я с ним могу все выиграть. И одновременно он написал портрет мой. А я написал стихотворение примерно в одно время. И примерно об одном и том же. Я там играю в шахматы и стихотворение с ним, а он со мной. Вот такая вот интересная параллель. Богема – это там же было все. И песни, и танцы, и что только там не было. Ну, все, что связано с Богемой. Но дело в том, что за этой внешней стороной мы всегда хотели друг друга удивить. Картины, песнями, стихами, скульптурой. Потому что так бы это все быстренько закончилось. Кстати, многие были в нашей Богемии. Ну, приходили и уходили. Кто-то рисовал, кто-то там. А кто остался, вот посмотрите внимательно. вот этот квадрат, кстати, уже без одного. Мы что, думали, кто же первый? А теперь думаем, кто последний. Останется. Ну вот, знаете, как в жизни вот человек уходит, мы все к нему с нежностью относились, да, вроде бы. А уходят, и вдруг какие-то всплывают моменты, ты понимаешь, ну, мало того, что сколько он для тебя и что этот человек значил, но просто уже начинаешь вот какие-то байки, как анекдоты, да, умиляешься каким-то его странностям, и уже по-другому совсем о них вспоминаешь, говоришь даже, может, порой это, ну, раздражало даже, да, какие-то вещи и странности. А потом ты понимаешь, как тебе этого не достает, и как вообще это было все прелестно, здорово и неординарно. Вот, я думаю, вот у каждого у вас найдется, что вспомнить о Валерии Чукина, что вот именно характеризовало его такую вот неординарность. Ну, с этого можно вспомнить, мне просто самому нравится вот такой момент. Загуляли два художника в Масевской Валерии Чукина. Это уже было время, когда не уходит транспорт, вот, все, уже, может, часа три ночи, может, четыре, под утро где-то. Тот художник, который он был в Масевской, говорит, иди, поймай такси. Ну, Валера пошел ловить такси, приходит, говорит, такси подано. А что это было за такси? Это был трактор, который убирает дорогу с мигалкой желтой мигалки. Вот он каким-то образом уговорил этого шофера, и они вдвоем сели в эту машину и по проспекту с этой мигалки поехали домой. И он еще согласился подвезти. Да, и он согласился подвезти, так он смог уговорить. И вот он, этот случай, я там и присутствовал, но когда он пришел и мне на завтра это рассказал, я просто улыбался, и это было здорово. И в то же время неудивительно, вы знали, что он может любого расположить к себе, да? Да, он может расположить любого. У меня пришла однажды заведующая магазина, говорит, послушай, говорит, а он нормальный? А я говорю, что случилось? А он, говорит, пришел в костюме каком-то, киселись медалями, встал среди людей в магазине, потом взял торшер, он себя примерил на голову, одел и стоит. Ну, я тут вообще поехал. Мне пришлось объяснять, что такое перформанс, что такое акция, что это художник, который проводил, ну, он хотел подемонстрировать трудные годы, несостоятельность общей жизни с личностью художника, что он какой-то пугало это, то есть мы как-то живем, что все чем-то занимаются, а мы как какие-то изгои. Как тунеядцы. Ну, и тунеяд, как Бродского спрашивали, за тунеядца посадили, будучи... А он говорит, а я поэт, я пишу стихи. Я поэт, я пишу стихи. Ну, и посадили будущего лауреата премии на 5 лет. Нобелевской, да? Ну, да, Нобелевской. Поэтому мне приходилось... Но, с другой стороны, не каждый художник решится очень публично провести вот такой как бы перформанс. Да, но вы говорили, Не боясь... Он стеснительный же был, да, по сути своей? Либо это... Он стеснительный, но он мог раскрепоститься сильно. И когда он раскрепощался, это было надолго. Рекламу видели его в майке полуобнаженной. У него мастерская интересная. Во-первых, он был игрок еще, к тому же. Он металл ножи. Да, классно металл просто. Причем из-за спины... Причем у него не сухож, что летит. Ножницы, ножи под руки. Мы до 5 утра могли играть в шахматы на интерес. Хороший игрок в шахматы. Да, он шахматист. Я, на первую очередь, его ни разу ничего не обыграл. Не обыграли. Он очень умел это делать. Он и в теннис играл, и в бильярд, и... Как все успевало. Научиться, да, обладать теми... Он был очень активным. Понимаете, он был умен. Все интересно ему было. Вот он, понимаете, читал много. У него такой ум интересный, но не аналитический, он такой пронзительный. Вот он... У него очень много шаржированных рисунков. Они не шаржи, а шаржированные. Он подмечал какую-то деталь у человека, и вроде как бы делал рисунок, но деталь эту выпячивал, и это не очень всем нравилось. Понимаете, шаржи как? Шаржи любят чужие, на себя никто не любит шарж. Но это не шаржи, в том-то и дело. Он какой-то сумел найти такой грамм между рисунком своим, которым он обладает, вот такой линией, которая здесь в студии находится, и характером человека. Причем характер он выбирал как раз-то не такие какие-то положительные, чтобы понравилось человеку, а наоборот какие-то непонятные черты. То, что человек прячет. Известно, что портрет это сутяна. Это же ужас один. Это все его, особенно женщины, они просто там его избивали. Потому что он их таким образом изображал, что это... Но Алисиен Фрейд такая же история, а считается лучший портретист считай XX века. Потому что не всегда мы... Мы иногда, когда человек рисуем, ищем какие-то у него именно положительные качества. А ведь все мы обладаем. Правильно? Как хорошими, так и не очень хорошими. А вот художник, вот этот Валера такой был. Он свою коллегу довел до белого коленя Ваню Еремьева. А, да, вот это интересно. Да, насколько выдержанный был Иван Еремьев, такой сдержанный. А вот он его доставал, доставал и из Вани. Ваня, философски сложенный разум у него такой. А он его изобразил таким мужичком, пастушком, в шапке, с сигаркой. И довел Ваньку, что он его порвал. Да, мы были... Это я просто присутствовал при этом. Мы были в Новросонском пленэре. Я, Веремьев и Чукин. Целый месяц. Мы, в общем-то, по молодости, ну как по молодости, лет до 40-45, может и позже, очень любили пленэр. Несмотря на то, что мы так... Если вы смотрите на наше искусство, никаких берез там вы не найдете. Это натура. Да, но мы любили быть. И вот мы в это время, нам в колхозе дали общежитие, вот, и мы там жили целый месяц и работали. Но вот он пристал к Ваньке своими рисунками. А Ваня, наш бывший староста, он на 10 лет нас старше, и он, так сказать, как старший наш товарищ, и наставник был. И он умел это, он достаточно спокойный по характеру. И вот он с полушаржами своими, он психовал, ему не нравилось это все. Хотя у него же не было цели обидеть или уколоть, правда? Потом он взял, нарисовал его таком щедушным зимой у шапки ушам. И тут Ванька подпрыгнул на кровати, подскочил к этому рисунку, порвал его. На две части. Вот, на две части и выкинул. А Валера склеил. И вы знаете, что интересно? В скорости после этого случая через два года Иван умер. Это тоже драматически. Это был последний пленэр Ивана Веребьева. Потому что он болел тоже, у него был рак. Он первый из нашей команды такой, ушел очень рано, 45 лет. И вот этот теперь склеенный портрет с этой порванной линией. Получается, что Иван как бы поучаствовал в создании этого произведения. И воспринимается он уже совершенно по-другому. Как в жизни это бывает. В галерее Дундино сейчас этот портрет висит. Ну вот мы сейчас и прервемся, чтобы посмотреть сюжет о выставке и вспомнить о своем друге Николай Дундин. Потому что в этом месяце прошло несколько состоялось выставок в памяти Валерия Чукина. И одним из первых открыл в своей галерее Николай Дундин в галерее Стена памятную выставку. С удивлением, когда я экспонировал эту выставку, я обнаружил, что на обратной стороне холста практически все обозначены как работы, сделанные в времени квадрата. Буквально в 20 метрах отсюда подъезд, где он жил и работал, рядышком Александр Малей, напротив Руденко. И я помню этот момент, когда его в который раз, по-моему, второй раз не приняли в союз художников. И я прихожу, и он сидит, взявши за голову, я говорю, что случилось с Валера? Она говорит, мне, ты знаешь, в союз не приняли. Это, конечно, для художника большое огорачение, большая творческая неудача, так скажем, потому что они приняли это ведь не потому, что он не был художником, а по той причине, что он был член Творческого объединения квадрата. И был поставлен ультиматум, что если ты, Чукин, выйдешь с Творческого объединения квадрата, мы тебе приняем в союз художников. Но он не пошел на эту авантюру, естественно, и получилось то, что получилось. А в это время за окном шли дожди. Стекла в мастерской вели капли, дождя крупные такие, как слезы этого человека, которые были на его глазах. Я говорю, Валера, все прекрасно, все чудесно. Если даже тебе не приняли, то ты все равно художник остаешься. отчаяннейший романтик по жизни, который прошел, удивительный человек, как художник, как человек и как личность. Вот сейчас, когда уже нет, начинаешь понимать, что совершенно неординарная личность. Живопись неординарная, человек неординарный, поэт, художник, музыкант, знаток, хороший знаток культуры, старинной музыки, старинных исполнителей. И помню, он бравировал, говорил, я люблю женщин и повороти. Любил вино, любил карты, шахматы, бильярд. Игрок был чудеснейший и заядливший, и в другой раз с упоением занимался теми другими вещами. Но это всего лишь было, видимо, что отход от неких таких насущных, злободневных проблем, неурядиц жизненных, которые были у него и не только у него. Как правило, постоянное безденежье, как правило, постоянное неустроенность жизни. При всем при этом он летал. Летал в своих стихах, летал в своих картинах и, возвращаясь к обратной стороне картины, потому что мы-то все привыкли смотреть, что на лицевой стороне картины, а на обратной стороне картины там раскрывается, он там часть стихов писал, некие изречения. И, возвращаясь к полетам, во сне и наяву, и на его картинах написаны ангел коленопреклоненный, ангел возвращающийся, ангел летающийся, возвращение, одиночество, боль. и, возможно, все слова, которые я сейчас сказал, относились к тому времени и к тому пространству, в котором он жил. В котором он жил, находился, постоянно его душа бродила в своих картинах. И, вы знаете, когда сейчас проходит время и приходит этот анализ собственный и искусствоведческий, я думаю, что его работы еще должны изучаться, должны смотреться с вниманием. видимо, чтобы понять, нужно тот человеку тоже уметь хотя бы чувствовать, верить и хоть чуточку летать. Если у тебя за спиной шевелится что-то, значит, это крылья, значит, ты приходи и смотри эти работы. Значит, ты научишься тоже немножко летать и смотреть и видеть мир таким, как он видел оба. и... 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 Ну вот Николай Дудин подчеркивал, как Валера дорожил вашим обществом. Вот всех друзей квадратовцами для него он горд был, да, что вот это сообщество такое единомышленников в своё время сделало, ну, переворот, по крайней мере, в среди витебской культурной жизни, это точно, и для него это было важно. Но он любил квадрат по простой причине, что-то легло на его боевное восприятие жизни, потому что объединение художников. – Крепко обижался на Александра Васильевича Малея за то, что он в своё время закрыл квадрат. – Да. – Малея торжественно сказал, что… – Устал. – Свою функцию выполнил и закрывается. – Я устал. – Да, это был единственный против человек. Была такая ситуация, что мы уже семь лет были квадратом, значит, объединение обычных художников, которые не искусственные, а выдвинутые в времени, как ему и был квадрат, они обычно рождаются как бы не сами. – Ну, вас свело время так. – Да, и вдруг это время закончилось, и я уже просто как человек, который, как говорится, был идейным руководителем этого всего, я видел, что уже начинает немножко не то, и что надо закрываться. Я немножко вёл работу, подсказывал, что ребятам не пора, он был категорически против. Наконец-то с силовым приёмом собрал их всех вместе, и мы составили протокол, как положено такое, о закрытии. Даже есть съёмка, видеосъёмка, я пытался где-то найти кадры, кадры, кто нас снимал, ну, нас снимали в этот момент на камеру. И вот он был один, который был категорически против. Так в протоколе написано – против один Чукин. – Вот вам вспоминал потом ещё? – Он всё время, не то, что потом, всё время, он был, это ему, зачем ты, гад, закрыл квадрат? И никакие ему доводы в том плане какие-то не были ему, аргументами не являлись. Потому что это было, как бы выдернули из-под него какую-то вот такую, то, что он любил, то, что он как бы… И в квадрате он занимал интересную позицию. Он был такой критик. Он редко говорил, так сказать, «за». Ему нужно было всё время… – Поперёк. – Да, он провоцировал какую-то такую ситуацию, которая требовала для обсуждения и прочего. Иногда он мне сказал… И причём это иногда было так жёстко, что он доводил лично меня до кипения. Он даже сказал в качестве критики, «немножко критикантствую я». Но это было полезно, понимаете? – Провокация такая своего рода. – Да, такая провокация, потому что можно так зажиреть незаметно. – Быстро. – Он всё время… Понимаете, ещё какая у меня интересная была черта. А я хочу сказать. Мы с ним не ссорились, ругались. Ну, раз сто. – До рукоприкладства не доходило? – Ну, трясли так иногда, по ревито сказать. А наши мастерские рядом были. Но это было только в тот момент. На следующий день никто не тащил вчерашний день, сегодняшний. И с ним было очень просто. – Легко, да? – Да, легко. Нет, никто. Я сам отходчивый по натуре. А он ещё такой был умный в этом смысле. Знаете, как говорят, из двух дураков кто-то умнее должен быть. Так вот, он всё время был умнее. Он всегда эту ситуацию… Ну, ведь разные бывают. Мы художники, тем более, которые… Которые признаются, мы за жизнь так надоели друг другу, что мы иногда могли поругаться на ровном месте. Потому что если перечислить, сколько лет мы вместе, так неиздол, так какая-то, пауэрка такая, сколько не живут. Это студенческие годы. Всё плотненько. – Я в двух словах скажу, как мы работали. Когда мы организовали мастерскую, просто нашёл, Саша, подвал. Вы там сделали ремонт, покрасили. – Ты подвал нашёл? – Я нашёл, но делали ремонт. Побелили стены, покрасили пол, окна покрасили. Я сделал станок, чтобы доски стругать можно было. И вот мы работали. Веремьёв – живопись. Малей. – Акварель. Слепов режет дерево. – А я к ягодке поговорю. – Дудин жил, как раз. – Стучит, стучит. И вот мы работали, стружки летят. Малей, у него такая странная привычка была. Когда писал акварелью, ему надо было смачивать пальцы. – Воды мало было. – Да. А кругом вода. И он доставал с акварели мои стружки, сбрасывал, ругался. Ну, так, тактично. Сбрашивал эти стружки и дальше… – И все помещались в одном этих тридцати метрах. – Мы сначала с ним вдвоём были. Но потом те мастерские, у которых занимали Дундин, Ванька, у них подбирали это. И в какой-то период они все припёрлись к нам. И потом Иван Веремьём задумал делать этот самый дельтаплан. – Дельтаплан, да. – Да. Дело в том, что Иван, его мечта была стать лётчиком-истребителем. И он мне пошёл комиссию. И вот эта мечта увидеть небо у него оставалась, и он решил этот дельтаплан ещё строить. Так что мы очень тесно общались, и очень тесно. – Подвал всё время затапливало, всё плавало. – Это, конечно… – Это надо писать книжку, да. – Жизнь такая… – А счастливое же время было, правда? – Замечательно. – Вот чего радуюсь, что в этом времени нам удалось прожить две жизни. Потому что мы со студенческих лет начинали. Например, со студенческих лет я и Дундин играли в одном ассамблее. Дундин – ударник, я гитарист. Это была первая такая, сейчас бы сказали, кавер-группа The Beatles. Мы Бетлов пели, народ валил валом, понимаете? И мы всё это что-то… – А ректор института говорил, откройте двери запасные и окна. – Да, там народу было страшно. – По пожарным нормам. Потому что стояли на спинках студии люди, студенты. – Ректор был Горбачёв, преподавал исторический метеоризм. Выходит в свой кабинет, а рядом с памятником Кирова сидит Дундин и лупит барабаны. Стоят гитары, а в фойе танцуют молодёжь. Он вышел так, поглядел. Как красиво! Очень красиво, и пошёл. То есть, это была жизнь сразу запрограммирована. Вот мы же не случайно все собрались как-то. Так время нас подсунуло. И вот я не оговорился, когда сказал, что 100 студенческих лет. И Валера там был вот как-то всё время… Он, кстати говоря, неплохой был спортсмен. Он был кандидат в мастера спорта по фехтованию. Он занимался несколько лет у Прозорова. И он всегда… Он вообще боец. Вот у него черта – шахматы, боец, волейбол – боец, фехтование – боец. Он такой… Понимаете, интересно, он по гороскопу лев. Я не очень этим гороскопам верю. Но в части характера человека… Иногда бывает совпадает, да. Очень большой. Процентов 90 совпадает. Вот характеристика. Вот у него он был лев внутри. А сверху такая овечка. Мягкая, добрая. Он мне подарил шахматы и написал. Я тоже лев. И он лев. И он написал. Леву тигринного происхождения… Я лев в год тигра. А он в год быка. И он написал. Леву тигринного происхождения от просто льва. Подарил мне шахматы. Да. Вот некоторые покупались на это. Думали, что перед ним такой душевный. А он очень мог показать когти. Будь здоров. Если упрется во что-то, ты его особо не пригнешь. Он не прогибался. Это песня о том… С достоинством. С достоинством. Да. Это песня Макаревича. «Не стоит пробегаться по изменчивому миру». Это он подходит к Чукину. Он как бы мог держать удар какой-то внутри. В художественном музее также открылась выставка «Лучи солнца», посвященная памяти Валерия Чукина. И мы сейчас посмотрим сюжет. Там тоже вспоминают о Валерии. И потом вернемся в студию. «Лучи солнца» Это был человек, который был недуг... Вот эта выставка, она достаточно полная, и она совершенно удивительная по раскрытию его личности, именно художнической. Валерия совершенно потрясающая, как никто в Витебске работал с цветом. Здесь это можно определить на каждой работе, потому что так цвет не брал никто, пожалуй, как он. Он работал с самыми опасными цветами. И, как правило, каждый из его цветов, каждый из его красок на работах, она вдруг открывается совершенно неожиданным, неожиданным тоном своим. Это еще, наверное, потому что он на самом деле очень поэтичный человек. И вот этот самый сборник его стихов, который Александр Соловьев оформлял своими графическими работами, а у Валерия своя графика просто потрясающая, она здесь тоже представлена очень хорошо. Вот этот сборник стихов, он говорит о том, что это такая очень японского духа лирика, потому что каждый, даже если это не трехстишие, не пятистишие, а даже больше, оно все равно по своему звучанию, по своей тонкости и по своей философскости очень близко к японской танко и хопу. И можно было бы сказать, да, это лирик, это скрипка, но это первое, что приходит на ум. А на самом деле это человек совсем другого инструмента. И внутренне Валерий Викторович, в общем, он был органом, он был инструментом вот такого рода звучания очень мощного. Шикарный художник. Шикарный человек. Он из тех людей, которых не забудет. Не только как художник, но и как личность. Его все любили. Он был немножко слабый, немножко беззащитный. Может, потому его обидеть было грешно. Бывают такие люди. Понимаете? Поэтому, я думаю, он надолго останется в памяти не только современникам, но и последующим поколениям. Прошло уже больше, чем год прошло. Как нет с нами нашего любимого мужа, отца, деда, он ушел в свои параллельные миры. Ну, сегодня, конечно, это не поминки, а праздник, потому что сегодня открывается его выставка. Значит, он с нами. Значит, он живой. Говорит с нами. В каждой картине разговаривает с нами. В каждом стихотворении говорит о своих друзьях, о жизни, о философском отношении к жизни. О жизни он очень много говорил, и стихов много писал. Ошибка жизни. Благодарю тебя, о жизни. Друзей ушедшим благодарю. И камень, споткнушись, на который сумел подняться. Благодарю женщину, не дамшую, но бесконечно женщину, простившую. Дай мне ошибиться еще сто раз. О, жизнь, хотя бы раз. Благодарю. А вообще-то обо всем, как сказал сам своим словам, знал бы, все равно вы. И я тоже благодарю за его выставку. Благодарю всех друзей, знакомых, музеев. Конечно, вот, может быть, и глупый вопрос сейчас задам. Вот если бы сейчас Валера, вот он с нами сегодня, как бы мысленно, да? Я думаю, ну, не мысленно, а как это говорят. Но он с нами в любом случае, потому что он в душе, мы о нем говорим, вспоминаем. Вот оказался бы он живой рядом с нами. Вот что бы вы ему сейчас сказали? Может быть, что-то не успели сказать? Может быть, хотели бы просто сказать? Ну, я бы сказал, Валерий, ты там приготовил, все, месяц на пару с досужим, чтобы нам там было проще. Компания хорошая собирает. Да, компанию хорошую собрал, потому что там собраться берет тоже что-то, однозначно. Ну, я думаю, что он, как то сейчас происходит, он бы остался доволен. Надо сказать, что он перед уходом уже знал, что рано или поздно это случится. Он ведь как бы сдержал отчет. Он в 65 лет провел серию выставок по всему городу. Вот это было и в музее, и, по-моему, в трех или четырех местах. Искусство, я снимала, помню, да, и в стене. Вот, показал свое творчество. Ну, и поэтому, как бы, мы уже, так сказать, опытные люди. Поэтому он, наверное, нам сказал, что молодцы ребята. То есть все правильно, как бы он и хотел. Да, не сбились им, не наговорили много лишнего. Были предельно откровенны и на умеру сдержаны. Так и должно быть. А вы, Александр, что бы вам бы, может быть, хотелось бы сказать? Когда он, Люсин, мне все время звонил и говорил, приди, приди. Вот последние дни. А я как-то был все, но пришел к нему. И вот мы начали говорить. И я помню, он такую фразу сказал. Как ты считаешь, говорит? Вот, говорит, на последнем, на пленэре Малевича, когда делали там акции, перфонансы. Говорит, ну меня же все-таки похвалили. Я говорю, Валера, ты же сделал свое дело. Чего ты переживаешь так? Ты сделал, у тебя оригинальные вещи. Ты же не просто художник. Ты своеобразный художник. Он говорит, ты так считаешь. Я говорю, я уверен просто в этом. А ты что, забыл наши разговоры? Вот он начал переживать как-то. Что недооценен? Да. И мне кажется, что он переживал, как бы, может быть, он что-то еще хотел сделать такое. Я так и до конца его понять не мог. Но то, что вот мы с ним встретились и поговорили так с улыбкой на лице, он уже плохо двигался, и он так уже почти весело сказал, говорит, возьми меня под мышки, подтяни, говорит, на подушке. И я его взял, он такой тяжелый уже был. Ну, все, говорит, иди. Да, еще нужно сказать, действительно, что он месяца три, он лежал на кровати. Ни стона, ни писка, ни обузы, ни жалоб, ничего. По телефону звонишь, разговариваешь, как будто просто разговариваешь, и все. Никому не жаловался. Никого, никаких оттенков. Потому что это не то, что больно, но обычный человек, который... Он может... Мы же все любим жалеть себя. Это же однозначно. И чтоб нас пожалели. И чтоб нас пожалели. Вот у него это как бы не присутствовало. Это стоит... Такая мужская черта хорошая. Мужская. Причем она какая-то такая ненарочитая, спокойная, непоказная. Такая вот как бы... Это вот и говорит о сущности, правда же? Я вообще хотел бы сказать, вот как вот говорят, мы любим покойников, да, вот при жизни. Вот он даже в стихах своих написал об этом. Вот сейчас пройдут выставки эти. Хотелось бы, чтобы музеи, допустим, наши, как-то... Вот человек дарит кучу картин, и его экспонируют день и ночь, и крутят его, и народ не ходит, ничего. А вот такой художник, нестандартный, совершенно со своим лицом, нетрадиционным, мы не замечаем их как-то. Они нам как бы не нужны долгое время. Вот хотелось бы, чтобы люди уходят как-то... Внимание им уделить через их работы. Потому что работы художника – это... Это же работа с душами горожан наших. А вы же говорили сами, что вот они по-особому звучат даже сейчас, да? Конечно. Работа художника, который... Художник, который подвёл черту, он переходит через черту на другую сторону. И мы вслед за ним переходим. И смотрим на его работу как бы с той стороны. Это не только психологический момент. Ведь в работах биоэнергия художника. Это не просто не пустые слова. И когда мы их воспринимаем уже без художника, без биополя этого художника, они начинают звучать иначе. Тем более, что в каждой работе всегда отряжено время. И оно в этот момент, когда художник ушёл, оно запечатляется. Остановить мгновение. Вот тот рисунок времени, который был в этом мгновении. И поэтому мы невольно смотрим на работу иначе. Вы говорили, что он как никто чувствовал время. Посмотрите, что он коллекционировал. Я не собираюсь сейчас говорить о времени, но он правдиво его чувствовал. В нём чувствуется сегодняшний день. В обстановке его мастерской. Как у него всё неуверенно. Время у нас такого разлома, развала, расхознение, шаткости. И в работах он по одной линии два раза не водил. Понимаете? У него вся линия трепетна. В интерьер, в мастерскую заходишь, куклы, сломанный зонтик, разбитое что-то, ваза. Понимаете? Да, да. Он через это очень чувствовал время своё. Он нам его, как говорится, завещал в своих работах. Поэтому мы можем увидеть сквозь его взгляд это время. И слава богу, что столько работ сохранилось. И сейчас, кто не видел, может пойти на выставку в галерею «Стена» или в художественный музей и посмотреть, кстати, очень хорошо представлено его творчество в художественном музее в таком разном диапазоне. И посмотрели нашу программу и прочувствовали, что это был за человек. Всё-таки с большой буквы, как говорят. Настоящий, правда же? Да. А я благодарю вас за память о Валере, за то, что вы пришли к нам на передачу. И успехов вам, творчества. Что ещё можно пожелать художнику? Спасибо. Спасибо. А я прощаюсь с вами до следующей субботы. Спасибо, что были с нами. Берегите друг друга. Цените каждый миг общения со своими близкими людьми. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова